Как обстоят дела с женской онкологией в России? И она пришла уже потому, что нащупала у себя небольшую, как ей казалось, опухоль в молочной железе. Вызывают ли гормоны рак? Приветствую, дорогие дамы! С вами Евгения Назимова. Я рада вновь увидеться с вами на канале Стоп Климакс, где мы обсуждаем, как правильно подготовиться к периоду климакса, что делать, чтобы он прошел легко. Разбираемся в вопросах гормонов, онкологии, сексе и не только. Тема сегодняшнего видео очень важная, очень актуальная. Тема, которая является, пожалуй, самым страшным женским страхом – это онкология. И сегодня мы попытаемся разобраться, на самом ли деле гормоны вызывают рак. Вы узнаете, какие действия и продукты стопроцентно увеличат риск онкологии. Обсудим, как обстоят дела с женской онкологией в России. А самое главное, в конце видео я отвечу на вопрос, возможно ли избежать рака. Поэтому обязательно смотрите до конца. Онкология в связи с приемом гормональных препаратов – это самый распространенный страх женщин в климаксе. Еще и потому, что его, к сожалению, постоянно транслируют на приемах врачи и не только гинекологи. Его поддерживают даже уважаемые ученые в своих блогах, социальных сетях и достаточно регулярно говорят о том, что гормоны увеличивают частоту рака молочных желез. И совсем непонятно, как женщины должны для себя решать. Один уважаемый ученый сказал, что будет рак. Другой, тоже уважаемый, сказал, что можно принимать гормоны. И кому же верить? На самом деле этот вопрос пока не имеет однозначного ответа. Почему? Да потому, что для того, чтобы ответить на этот вопрос наверняка, у нас должно быть большое количество данных, полученных на современной терапии, на препаратах и принципах назначения гормональной терапии, которыми мы пользуемся сейчас. Сейчас это буквально последние 10-15 лет. Почему? Потому что менопаузальная гормональная терапия начала использоваться не так давно, менее 100 лет назад. То есть всего 90 лет назад начали в принципе задумываться о замещении гормонов в менопаузе. И это естественно, что сначала никто не знал, как это делать правильно, эффективно и безопасно. Основная проблема в том, что выводы о возможных рисках менопаузальной гормональной терапии или МГТ делаются на основании обобщенных данных, полученных в исследованиях разных лет, в которых использовались очень разные, иногда совсем древние препараты, схемы и принципы назначения терапии. А это в корне неправильно. А как вы считаете, вызывает ли гормоны рак? Пишите в комментариях ваше мнение. Думаю, любой женщине будет интересно узнать результаты современных исследований. Вызывают ли гормоны рак? Увеличилась или уменьшилась смертность среди потребителей гормональной терапии за последние годы? Если исследования прежних лет говорят о том, что гормональная терапия в менопаузе способствует незначительному увеличению риска возникновения рака молочных желез, то исследования последних лет, которые оценивают современные препараты, современные схемы, то, как мы работаем сейчас, так вот, они в основном не показывают статистически значимого увеличения риска онкологии, зато однозначно демонстрируют снижение смертности от этого заболевания. Да, мы не можем гарантированно предотвратить развитие рака, но есть достоверные данные, которые говорят о том, что смертность среди потребителей менопаузальной гормональной терапии от рака достоверно меньше, чем среди тех, кто ее не принимает. Поэтому самое главное, прежде чем начинать какое-либо лечение, в том числе с применением гормонов, необходимо пройти комплексное обследование и только на его основе назначать и подбирать препараты. А также наблюдение, только регулярное наблюдение у хорошего врача. Вот такая терапия будет работать качественно, безопасно и эффективно. А как выбрать хорошего гинеколога, я рассказала в этом ролике. Обязательно посмотрите. Но бояться гормонов удобнее. Можно просто ничего не делать и страдать. У нас в России, например, проблема даже не в том, что много рака. У нас проблема в том, что выявляется все очень поздно, на третьей, четвертой стадии. Женщины приходят к врачу, когда уже опухоль не заметить невозможно. Но совершенно понятно, что шансов в такой ситуации, конечно же, будет мало. В моей практике был случай, одновременно и трагичный, и показательный. Пришла пациентка, еще нет 50. Была выявлена патология матки, я ее прооперировала. Все у нее стало хорошо. Перестали беспокоить симптомы, с которыми она ко мне обратилась. И я ей сказала прийти через год на плановый осмотр. И что вы думаете? Она пришла через 7 лет. Я спрашиваю, а почему не приходили на прием все это время? Я же вам написала вот здесь в карточке на прием через год. А она говорит, ты меня ничего не беспокоила? Чего я буду к вам ходить, отвлекать? И она пришла уже потому, что нащупала у себя небольшую, как ей казалось, опухоль в молочной железе. Но уже на приеме и УЗИ стало понятно, что это рак молочных желез. И уже, к сожалению, имеются метастазы в печени. Я ее, конечно, отправила к онкологам, но потом ко мне пришел ее муж. Онкологи, к сожалению, сказали им, что максимум продлят жизнь на полгода-год. И супруг спрашивал у меня, есть ли еще какие-то варианты. Он был готов абсолютно на все, даже продать единственную у них квартиру. Но в этой конкретной ситуации уже ничего не помогло. Это такой момент, который мы, врачи, постоянно видим. Но другие люди, не связанные с медициной, совершенно об этом не думают. Что может наступить такой момент, когда ты согласен отдать все свои деньги, включая, может быть, даже единственную недвижимость для того, чтобы прожить еще полгода-год. То есть не то, чтобы вылечиться, а чтобы прожить полгода-год. А когда нужно потратить один раз в год, ну пусть даже 10-15 тысяч рублей на обследование, если все делать платно, то почему-то денег нет. Также стоит справедливо отметить, что многие пациентки упускают очень важный момент. Пока так модно хаять или хвалить в зависимости от позиции гормональную терапию, все забыли об уже известных факторах риска рака молочных желез. И один из первых и очень значимых – это ожирение. Кстати, официально признанный фактор риска 13 видов рака, не только молочных желез. Ожирение, регулярное употребление алкоголя, курение – все это существенно и доказанно увеличивает риск онкологии. Но почему-то многие боятся гормонов, но никто не бежит худеть или бросать курить, хотя риски всем прекрасно известны. Вообще, гормональная терапия – тема настолько злободневная, насколько и обширная. И полностью обсудить ее, тем более в рамках одного ролика, просто невозможно. Поэтому для вашего удобства, а прежде всего для вашего здоровья, я собрала все самое важное о гормонах, онкологии, приливах и не только в своем бесплатном вебинаре. Если вы хотите пройти климакс в легкости и снизить риск возникновения рака, обязательно регистрируйтесь. Ссылку на вебинар я оставила в описании к этому ролику. Друзья, и прежде чем мы закончим это видео, попробуем разобраться, что же все-таки делать? Возможно ли как-то избежать онкологии? Давайте начистоту. Рак может возникнуть у любой женщины. Это нужно принять. Мы понятия не имеем, будет ли у этой конкретной женщины рак или нет. Это очень многофакторное заболевание, и мы не можем гарантировать женщине, что если она будет делать раз, два, три, то рака у нее точно не будет. Таких стратегий на сегодня не существует. Но единственное, что мы можем сделать, независимо от того, получает женщина гормональную терапию или не получает, это регулярно и качественно наблюдаться. Качественно и полноценно. Чтобы если вдруг онкология все-таки случится, мы ее смогли обнаружить на самой ранней стадии, на которой рак прекрасно сегодня лечится. Надеюсь, что это видео принесло вам пользу. Подписывайтесь на наш канал. Берегите свое здоровье. Увидимся!